Добрый вечер всем еще раз. У нас Red Bull Battlegrounds и это европейский дивизион. Ниндзи в пижамах играют против коллектива Secret. И это финал Венеров. Победитель сразу же отправляется у нас в гранд-финал. Но проигравший отваливается вниз и там будет играть с победителем пары Alliance против команды Cloud9. Только что Нипы надрали задницу команде Cloud9, а Секреты разорвали у нас Alliance. Ну, все закономерно, теперь они играют в Венерах. Играют в Венерах оба коллектива и посмотрим, что из этого в итоге выйдет. Ну, по факту, конечно, Секреты сильнее, безусловно, чем команда Alliance. Это и неудивительно. У Секреты... Ой, у Alliance. И Alliance тоже, в частности, сильнее. Сильнее, чем Ниндзи в пижамах. Потому что по кадровому составу Секреты равных себе в Европе точно не знают. Это просто Dream Team, собрание лучших игроков из лучших в свое время команд. Еще и у ЕГЭ. Достаточно много Секреты украли. Это Зай плюс Артизи. Собственно, Даблан одних из наиболее важных игроков в последнее время. Ну, конечно, до прихода Сумаила. До этого момента казалось, что Артизи незаменимы. Когда он пришел в Секрет, думали, что команда Секрет станет лучшей в мире. Так не случилось. ЕГЭ по-прежнему доказывают, что они минимум топ 5. Вот 100%. А Секретам еще надо будет пободаться, я думаю, чтобы в десятку войти. Но в любом случае, на европейском поприще Секреты равных себе не знают. Ну и посмотрим. Найдет ли Касана камень, смогут ли Ниндзи в пижамах наказать у нас скилловых и серьезных опытных ребят. На данный момент в пике у нас окончены. И Ниндзи в пижамах забирают себе Тролль Варлорда, Лину, Шекера, Феникса и Скайра Смага. От команды Секрет в пик уходит у нас Чен для Пупея. Бэтрайдер будет у нас для Зая в сложную. Магнус будет на мидлейне от С4. Венжфул Спирит у нас для Куроку. И Артизи фармит на Фантом Ассасин. Все, в принципе, по героям команды Секрет разобрались. Теперь давайте глянем, что там у Нипов. Хэнскин у нас на Шейкере будет играть. Юнусом Фан на Фениксе. Лимб будет играть опять на Лине. Силкит будет играть на Скайра Смаги. И Эра снова будет играть на Тролль Варлорде. Только что примерно таким же пиком команда Нип убила команду Клауднай. С Секретами так просто, наверное, не пройдет. А с другой стороны, может и получится. Так, у нас Зай отваливается. Переподключится через одну секунду на Псалон. Смотрю, обманывает со старта. Ну что, у нас там вопросы задавали в чате. Легальный ли это стрим или нелегальный? И, ребята, стрим нелегальный. За его просмотр, скорее всего, вам минимум впаяют лет 8 тюрьмы. Причем это будет строгач стопроцентный и без возможности обжаловать. Вот. И, как подсказывает еще, из конфискации имущества и ноутбук ваш заберут. Или мобильный телефон, с чего вы там смотрите. Поэтому вы должны понимать, что смотрите его на свой страх и риск. Я уже сижу здесь в кандалах. И то, что говорилось на Сталладере, все это абсолютная правда. За мной уже выехали. Ну и аккуратнее. Вас тоже может поджидать данная участь. Поэтому, конечно, будьте аккуратны. К двери близко не подходите, если позвонят. Ну и постарайтесь подальше оттащить компьютер от окон. Вдруг конкуренты уже за вами наблюдают. А не спит всевидящее око наших серьезных монопольных структур. Поэтому, be careful. Ну что, лимп у нас попытался забрать нижнюю руму. И, по-моему, никто ему в этом помешать не сможет. Куроку. На нижнем лайне. С ним же здесь будет фармить Артизи на мидлейне. От команды Сикрет отходит С4. Пупей. Начиня отправится в лес. И Зайв Соло на Бетрайдере будет фармить сложную. Силкит на Скайросмаге саппортит здесь Эру. Лимпа на мидлейне пока что посаппортит Хэнтскин. Я думаю, в ближайшее время будет готовиться выход на С4. Ну и сложную станет Йонасом Фан. Для него, в принципе, не проблема будет фармить. Ну, вообще, Артизи здесь должен комфортно себя чувствовать. Во-первых, потому что это Артизи. Во-вторых, потому что стоит против Соло Феникса. Тут сильно Феникс надамажить не сможет Фантомку. Разве что порезать ей скорость атаки и не дать возможности нормально фармить. Но, опять же, при любом каком-то раскладе, когда Артизи будет некомфортно, он зовет Куроку из леса. И приходит Венжи Фул Спирит, забирает здесь Йонасом Фана вместе с тем же Артизи. Ну и, опять же, недалеко Пупей. Как только Пупей у нас выйдет на лайн, Тауэр на нижнем лайне должен упасть. На лоу ХП здесь оказался С4. Боттл уже, кстати, обузится от С4. На Курьера Нипы не выходят на ранних левелах. Они не настолько скилловые, чтобы себе подобное позволить. А что это такое? А чье это? А сколько это стоит? Угу. Ясно. Пупеевский Супер Курьер. Розовый Кот. Хэнскин готовится дать Фессуру по С4. Маны на СКУР уже достаточно для Магнуса, поэтому перелететь через Фессуру Шейкера сможет у нас С4. Так что даже, наверное, и пытаться нет смысла. Хотя, опять же, под фулл раскаст от лимпа попасть, и можно С4 попробовать забрать здесь. Хэнскин, скорее всего, пойдет все-таки реализовывать данную руну, если разве что ее лимп не заберет. У лимпа Боттл в Курьере уже бежит, поэтому да, хаста может остаться для лимпа здесь. Ой, у нас Йонасом Фана загнали очень сильно, и не достает Куроку последним ударом. И Саву тоже пупей возвращает назад. Йонасом Фан на лоу хп через Мидлейн уходит на собственный Фонтан. Внизу остается фармить Артизия. Силкид не сильно-то и накаляет Зая. Зай получает... А, нет, сильно накаляет Зая. Зай, бедняга, вообще у нас здесь без скрипов, без экспириенса, вообще без ничего. Зай на лоу хп, последний удар от Силкида, Скайрос Мак по классической схеме забирает Фёст Блад. Сикреты начинают со счета 0-1. С4, вот лимпа здесь проседает, Фессура пошла по С4. С4 в итоге живой, сильно битый, но живой, отходит у нас за Т1. Артизия пока что с одним рейсбендом и скоро появится Аквилл у нас для Артизия. Ну, можно, в принципе, не Аквиллу, а Тапок. Да, Артизия приобретает Тапок, теперь, в принципе, убегать будет полегче в случае какого-то выхода на Артура. С4 на Магнусе уже почти пятый левел. У лимпа пятый левел имеется. Готовится выход от Пупея в спину лимпу. Лимпа видели, скорее всего, Кентавр бежит за лимпом, ну и лимп на хосте валить быстрее от Пупея. Недалеко находится Хэнскин, можно попробовать закрыть Пупея здесь. Фессуру Хэнскин пока не юзает, ну пора уже. Нет, 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 ну, ну, опять же, на хосте здесь лимп, лимп под ноги, рассказ Пупею, Пупея развалили. 0-2 начинают Сикреты, начало вообще не грандиозное, ну и в это время убивают у нас на нижнем лайне Феникса. Артизи забирает первый фраг для себя. Ну, очень полезный фраг для Артизи, потому как выформленная Фантом Ассасина, это горе для соперника. Об этом знают все. Не знаю, справится ли здесь тролль Варлорд. Вот, в принципе, Фантомка может кого угодно развалить под Эмпауэром, поэтому можно убить всех, а потом тролль Варлордов четвером в пятером раскатить. Но опять же, вы понимаете, что Фантом будет у нас бить, скорее всего, после РП от Магнуса, и какое-то время придется всем постоять. Ну, здесь на Артизи, скорее всего, будет собираться МКБ, если вдруг игра в лейт зайдет. А не будет лейта, можно, в принципе, и просто насобирать себе все необходимое для Фантом Ассасина. Я говорю о Башери, я говорю о Блэкинг Барри, ну и, скорее всего, и, скорее всего, Доминатор тоже, наверное, будет не лишним. У Артизи Фантом Ассасин у нас собирается через ПТ. Так, врыв пошел на Йоносом Фана. И Карус Дайв есть у Йоносом Фана, не успевает улететь. Артизи просто на тупом вообще забирает здесь. Так, у нас на лоу ХП здесь Хэндскин на мидлейне. Лимб тоже на мидлейне на лоу ХП. Бежит за ним Урса. Ну и неужели Пупей сможет Урсой забрать лимба? 24 ХП. Ну и не хватает маны у С4 на Шоквейв. Ну и, опять же, зарядов немного было в Мэджик Вонде. Не хватило бы монопоинтов. Лимб на дичайшем лоу ХП уходит под собственный фонтан. Зевс ульт. Нет, Зевса нет в пике у нас. Поэтому ничего линии не угрожает. Но Пупей в это время вместе с С4, вместе с Медведицей, решил подпушить Т1. Надо забирать уже Дикокрыло Потрошителя и приходить сюда. Повысить деф крипам и попытаться забрать Т1. Хэнскин одной фиссурой отбил желание команды Сикрет выходить на Т1. Хэнскин все не оставляет попытки зацепить С4. Фиссура пошла по С4. Есть Раскаст, есть Лагуна Блейд. С4 на лоу ХП. И С4 не доживает до конца своего скьюера. Все, что можно было провязать. Миддер команды Сикрет проюзал. И Мэджик Вонт. Ну, боттл тут в скьюере единственное, что не провязал Магнус. Ну, это ж какие быстрые пальцы. Надо, чтобы еще в скьюере боттлы у нас юзать. Короче говоря, развалили миддера. Наконец-то сработал план команды НИП. Зай отправляется в лес. У Зай есть Бутсов Спид. И готовится, я думаю, выйти в Транквил. И дальше будет Даггер. Ну, а дальше Форс Став и по дефолту. У Артизи в это время 42 на 12. По Крипстату 53 на 28 для Эры на топ-лейне. У Эры ситуация немножко по комфорту. Ну, по фарму 3800 для Эры на первом месте. И 3600 для Артизи. Разница не такая вопиющая, как могла бы быть. Ну, и все, как-то Артизи везет на криты, когда нужно. И везет на криты от Даггеров. И вообще везет у нас Артизи. Артизи сразу входит в Доминатор. В это время Зай умирает у нас на топ-лейне. Эра на лоу ХП добивает Т1. И все, и в принципе живой. Здесь будет ТС-4 пытаться ловить. Хэндскин в виде ТС-4. Фессура уже, в принципе, готова. Можно пытаться поймать. Ну, и Лимб отпугнул у нас Магнуса. В итоге на Скюре убегает и С-4 РП. Классный ход команды Сикрет пока еще не видели. Даггеров в С-4 тоже нет. Восьмая минута. Даггером даже не пахнет для Мидера Сикретов. Лимба ловит здесь Кентавр. И Урса здесь наклепал. Ну и что? Неужели заберут всех зверей? Да, на лоу ХП здесь Урса. И скорее всего Кентавра тоже заберут. Что за изверги такие? Нет, Кент уходит. Кент живи вообще. Хэштег Кент живи. 13 ХП. Кентавр отбегает у нас под собственный фонтан. Похилится и придет. Ченну правда не повезло на мидлейне. 3-6. Пока что Ниппы выигрывают у Сикретов. По золоту. Ниппы выигрывают на полторы тысячи. По экспириансу в ноли дут команды. Артизи при саппортинге. Венжи Фулл Спирит продолжает фармить нижний лайн. Опять же у Артизи есть уже Хелм оф Айрон Вилл. Доминатора у Артизи пока нет. Есть Аквила, есть ПТ, Сталут Шилд. Смотрим, что Артизи будет вообще себе думать. Ну, пока что Мордип Маск не приобретал. Артизи решил просто в ХП Реген выйти и небольшое количество дефа. Ну, пожалуй, правильно. Все-таки Фантомку пробивать пока что нечем. Сильно через Мордип Маск Фантом у нас не нахилится, не настреляет. Все-таки первый крит и как он прокнет тоже, вы прекрасно знаете, 15% это не самый лучший показатель. Не самый крутой шанс. Поэтому лучше пусть постепенно капает. Тише едешь, дальше будешь. Фантом Ассасин пока что с Хелм оф Айрон Вилл. Ну и немножко до Мордип Маск остается. Артизи готовится врыв на Йонасом Фана. На лоу ХП Йонасом Фан. Еще бы один удар и Артизи развалил бы здесь Феникса. Шестого левела Феникс. Все, Артизи отсюда убегает. Развел на ульт, можно драться дальше. Правда, будет уже Икарус Дайв для Феникса. Тоже это вопрос одного такого Раскаста. Артизи. Дальше погоня за Фениксом. Икарус Дайв и лететь отсюда. Ой, прилетает у нас Йонасом Фан. На Артизи. Артизи на лоу ХП должен здесь умирать. Полетели голуби. И... Мейн керри команды Сикрет развалился. Если бы не умер сейчас Раскаст от Скайра Смага, умер бы от Хендскина. Уже недалеко был Шейкер. Там фиссура уже прям горела в лицо. Фантом Ассасин. Эру ловят здесь. Поджигает Зай. Землю под Эра. Эра должна здесь умирать. Хотя, опять же, у нас здесь Лимб. Лагуна Блейд у нас пошла в Зая. Зая отваливается. Делает ТП-аут роль Варлор. Дальше за Куроку, Пупеем и всеми остальными. Двоих потеряли Сикреты в данном файте. Ни одного не забрали. 3-8 закрывают Куроку. Лимб уже готов. Йонасом Фант тоже готов у нас бежать дальше за Куроку. Куроку на Лоу ХП. Хендскин фиссура через 6 секунд. Смогут, я думаю, зацепить Куроку. Отстопил всех Пупей. Вот это я понимаю про Фессор. Куроку на Лоу ХП должен убегать. Ловят Хендскина. Где Артизи? Где-то близко должен быть. Артизи с Хайграунда не решился идти дальше. В итоге, дичайшим успугом у нас отделался Куроку. Но живой при этом. У Венжи Фул Спирит есть Фейс Бутсы. Приехали. Венга у нас с фазами. Даже удивительно немножко. Ну и Артизи забирает Тауэр на Мид Лейне. Первый Тауэр для команды Сикрет упал. И давным-давно уже упал Тауэр для Нипов. Эра разбил Тауэр на Топ Лейне. 1-1 по Тауэрам, 3-8 по фрагам. По золоту Нипы выигрывают 1700. По Экспириенсу 2 с копейками тоже в пользу Ниндзи в пижамах. 1-1 по Тауэр на Тауэр. Ну, наверное, привычным делом занимается для тролль-варлорда. Такое обычное троллиное дело. Забрать чуть-чуть артефактов. И пойти мучить всю команду, стоя на Эншентах. Под смоком Сикриты. Есть даггер для Магнуса. Есть РП. Должны прочекать, где там вообще находится команда Нип. Ну, примерно понятно, что они на Рохе. Пошел Сатир Мучитель. Шоквей вам здесь кого-то накалять. Эра по двоим. Риверс Полярити. Все горят под Firefly'ем от Зая. Зай опять же приносит жертву самого себя. И в итоге двоих игроков команды Нип забрали. Это Мейн Керри и это Мидер. Это два самых важных игрока в составе команды Ниндзи в пижамах. На Роху. Дальше Артизи. Дайте выделить Артизи. Где же он? У Артизи есть Доминатор. В принципе, он готов драться. У Хэн Скина нет Ахаслэма. В итоге Хэн Скина должны здесь забирать. Куроку на лоу ХП. Еще один удар. И разбирает здесь Хэн Скином. В итоге умирает Куроку. Один в один пока что драка. Это при наличии двух байбеков от команды НИП. Не стоит забывать. У Артизи есть Аэгис. Он отсюда старается убежать. Надо на мидлейн прыгнуть на Магнуса. Поднимают ветра у нас Артизи. Успеет ли улететь? Не успевает. Теряет в итоге Аэгис. С4 уже должен как-то сейвить своего тиммейта. Вывозит ничего отсюда. С4 не вывозит. В итоге Артизи цепляют. И на лоу ХП бегает Мейн Керри. Что за дырявый Магнус? Как так сложно? Можно могло получиться. В итоге С4 забирает здесь двоих. Одним Шоквейвом. Стараются распилить здесь Феникс Сан. Разбивают. И кто? В живых. В живых Хэн Скин. Дальше за ним. Скювер будет очень скоро к уроку. У нас высвапывает Магнуса. Только для того, чтобы дать стан у нас в Хэн Скина. И Чен забирает пятый килл в данном файте. По итогу этого файта. Это сейчас отображается пять трупов. А вообще по факту тут два в семь подрались игроки команды Сикрет. Счет становится 11-12. С двух тысяч поражений на три в плюс выходят Team Secret. И здесь две с половиной проигрывали. Две с половиной теперь выигрывают. Пять там, пять здесь. Короче говоря, Сикрет закомбечили невероятным каким-то образом. Длинный, растянутый файт. Непонятно кто вообще кого. Ну а потом смотришь графики и все прекрасно, предельно понятно. Феникс в это время убивает Зая. Зай вообще у нас решил ничего кроме как умирать не делать. 0-7-5. Идет уфлейнер команды Сикрет. Бэтрайдер. Тот, у кого основная характеристика... А нет, интеллект, да. Это я с Фениксом перепутал. Да ё-моё. Короче говоря, Бэтрайдеру нельзя так много умирать. Мне кажется, это просто-напросто незаконно. И Артизи опять умер. Артизи тут не прет, так не прет. Разваливают и хейтят у нас мейнкерри команды Сикрет, как хотят. Три смерти для Фантома Ассасин. Семь смертей для Бэтрайдера. На двоих десять смертей, и это какой-то ужас. Один раз умирал... Умирала Венга, один раз умирал Магнус, два раза умирал Чен. При этом семь раз слился уже Зай на Бэтрайдере. И Артизи три раза на Фантома Ассасин у нас отъехал. Две тысячи по золоту выигрывают Сикрет, по Экспириенсу тоже в пользу Тим Сикрет графики. Что, игра немножко устаканилась. Давайте смотреть вещи. 16 минут у нас прошло. У Йонуса Фана есть Транквил Буци, есть Урнов Шадоус. Это оффлейнер команды НИП. Давайте смотреть на оффлейнера команды Сикрет. Сикрет появляется у Зая Даггер. Откуда вообще? Где ты его взял, Зай? 0.75, что-то у парня. Откуда Даггер вообще на шестнадцатой минуте? Из леса вестима. У Чена уже имеется Мека. Пупей также идет у нас постепенно в Аганим. Огрклаб есть, тысяча по золоту для Пупея. Совсем немного осталось. Я думаю, Пойнт Бустер будет появляться следующим. А дальше... А дальше уже без разницы. Став у Физа, Дриблейта, Фалакрити. Все, что необходимо для Аганима. У Магнуса после Даггера. Аркан Буци и Огрклаб. С4 выходит, скорее всего, в Блэк Кинг Бар в данном случае. Венжи Фулл Спирит у нас с Фейс Буцами. Также Курок у себя приобретает Брасер. Ну и вспомогательные артефакты. У Артизи есть Доминатор. Огрклаб 1200 на руках. ПТ и Рингов Аквила для Артизи тоже есть. Ну, выходит Мейн Керри команды Секрет в Блэк Кинг Бар. Здесь надо спасаться от Лины с ее чокнутым раскастом. Опять же, Юлл имеется. Если приземляться здесь в Лайт Страйк Эре, а потом Драгон Слейф и Лагуна Блэйд. Ну, что там вообще останется от Артизи, непонятно. Ну и Лимб, разумеется, пойдет в скором времени в Аганим. Тут без вопросов вообще на данный момент есть Юлл, Пауэр Трэд, Снул Талисман и Боттл. Хэн Скина. Да-да, герои еще собирайте собирать. В Йонасом Фана мы видели. У Тролль Варлорда есть... Так, у нас драка пошла. Хэн Скина вытаскивает Зай. Сразу же Сайленс по нему. Мистик Флэйр под ноги Заю. Зай развалился. Хенд оф Гад Пупей ничего не исправил. Для Зая Хэн Скин на лоу ХП, но живой. Артизи уходит отсюда из файта. И все игроки команды Сикрет развернулись. Немножко расстроились. Не так они видели исход данной драки. В восьмой раз умирает Бэтрайдер. Что я со счета скоро собьюсь. Сколько раз у нас Зай будет фидить. У Лины появляется Клеймор. Готовится выйти в Шадоу Блейд на данный момент Лина. Увидели здесь Куроку. Игроки команды НИП и развалили Куроку. Я чувствую, что Сикрет у нас по сетке лузеров решили двигаться. И победа над командой... Над какой там командой? Над... Я забыл вообще. НИПы у нас играли с Клаудами. А Сикреты обыграли в первом матче Альянс. Да, вот. Победа над Альянсом, если и будет, то уже по сетке лузеров повторная. Пока что Сикреты выглядят слабее. Их комбинация не реализована. Чен здесь ничего не пушит. У Пейна собирал кучу... Кучу времени, точнее. Собирал артефакты. Да, насобирал их. Но... То, чтобы Крипы выходили и пушили товара, я этого не вижу. А уже идет почти 20-ая минута. У Пейна. Самое время этим заняться. Зай 085. 38 крипов убил. Собрал себе даггер. Это, в общем-то, такой предсмертный даггер. Мы уже видели. Он врывается у нас в Хэнскина. И не удается ему даже вывести Хэнскина близко к своей команде. Разваливают еще на ходу. Опять же, скорость движения маленькая. За счет того, что нет даже элементарно... Элементарно нет Транквил Бутсов. Бэтрайдер еле-еле пешком у нас летит. Под Файерфлайем и в Лассо кого-то тащит. И ловит сразу же Сайленс у нас от Силкида. Ловит туда Мистик Флэйр под ноги. И улететь не имеет возможности. Надо сначала собрать Транквил Бутсы. Потом Форстаф Бэтрайдеру. Потому что смерти будут не прекращаться у Зая. Ну, Пупей фармит и очень здорово фармит. Пупей у нас в пятерке. Первый по фарму. 6200 у него общий нетворс. Сейчас в это время Эра выходит у нас на Т2 по низу. Выходит и бежать отсюда. У Артизи как дела? 2700 для Артизи. Совсем чуть-чуть остается до Блэк Кингбара. Под Эмпауэром Артизи. У Артизи с руки почти 100... Нет, 180 с руки у Артизи. Можно драться. Хорошо, что это по всем. И опять же, Коуп Де Грейс здесь второго левела. Поэтому, если какой-то крит пропрет, то вся команда НИП может и сложиться. Криты пока что по 819. Вот Фантом Ассасин. Кто это выдержит, я так не особо понимаю. Ну, Лина, скорее всего, сложится у нас с 2-3 ударов, если крит хотя бы один пройдет. Скайросмак тоже не жилец. Ну, троллю надо будет побольше, конечно, таких критов. БКБ прилетает для Фантом Ассасин. Подождите, а БКБ-то у нас и выйдет уже... Лимп в это время убивает Бэтрайдера. Ну, я боюсь просто смотреть уже нас на Зая. РП пошло по Лимпу. Лимпа привозят здесь под общий раскаст. И Киллинг Спри, который был у Лины, забирается в Фантом Ассасин. Тысяча по золоту для Артизи. Он на втором месте уступает всего наполовину... Ну, даже не наполовину тысячи. На 400 с копейками уступает он Тролль Варлорду. При том, что там вообще на фрифарме. Ну, вы видите, да, по счету Зая, что Эра стоял практически на фрифарме. Зай все, что делал, это фидил Эру. У Эры 424 на данный момент 147 крипов. У Артизи 140 крипов. Но это вопрос времени. Под Эмпауэром Фантомка свое заберет. Еще и Тролля забирает, кстати, Артизи себе. Ну, дополнительный плюс, сетка. Все это не может быть неполезным. Тактический фид. Фидит, чтобы в гранд-финале потом отомстить. Нет, тактический фид фидит, чтобы пойти спать. Ну, это как-то вообще несерьезно даже. Бэтрайдер идет у нас 0.9.5. 22-ая минута, 9 смертей от Зая. Это еще как-то темп свой подзбавил немножко. Если бы не остановился у нас Зай, то уже 0.146 могло бы быть на данный момент. В пятером команда Сикрет на мидлейне. Артизи 2 с лишним после появления Блэккингбара. Можно выходить в Башер, я думаю, в Фантом Ассасин. Вообще не лишним, дэмэджа нормально. А Башер поможет здесь хотя бы кого-то держать на месте, того же Тролля Варлорда. Я вот... Вопрос у меня, БКБ и выйдет промахи, который дает Тролль за счет Реллинг Аксис? По-моему, да, если не ошибаюсь. Так Фантом Ассасин здесь вообще тогда не нуждается ни в чем, кроме стандартных артефактов. Зай видит Йонасом Фана. Врыв пошел у нас в Феникса. И Зай опять же еле-еле летит. Но в этот раз смогли забрать. Зай стал полезен для команды. Но надо отпраздновать. Открывайте Magic Bottle, будем пить все. Зай в коем-то веке ворвался в файт и не умер. Лимб ждет. Лимб ждет Зая. Зай подойдет у нас к Лимбу. И Лимб раскастуется в него. Ну что, Эра вместе с Хендскином. Прямо напрашиваться, чтобы на них вышли. Но команда Сикрет имеет другой приоритет. Они отправились на Рошана. Уже есть Древний Гранитный Голем. Это означает, что у Пупея готов Аганим, готова Мекка. И для Чена уже, в принципе, есть золото на Аркан Буцы. Пупей тут всю команду за уши вытаскивает. На Тоун и Кэп. Еще Аегис падает для Фантом Ассасин. Ну, рано или поздно Сикреты. А вот. Вот оно, рано или поздно. Рано или поздно настало. Сикреты уже по золоту впереди. И графики ползут в их сторону. По Экспе они тоже вышли в ноль. По золоту 2000. А нет, они по Экспе стали опережать. Графики обновились. И на 1000 Сикреты обгоняют команду Ниндзи в пижамах. У Шекера появляется Даггер. 26-ая минута. Хэн Скин... Хэн Скин немножко печальный. У Хэн Скина не такие провальные дела, как у Зая. У Зая 0.9. Тем не менее, у Зая уже давным-давно есть... Блинк Даггер. Вот Блинк Даггер только появился на Шекере. А времени-то прошло, ой-ой-ой, как много. Учиться, учиться, еще раз учиться. Но опять же, Зай суперскилловой игрок, как-никак. Несмотря даже на то, что Дико терпел, он и постоянно умирает нон-стоп. Это не мешает ему нормальные артефакты зарабатывать. Радиент-ботом тауэр под атакой. Под инвизом. Лимб готов выйти на С4. Расказ пошел по С4. И С4 выживает. Кендовгат провязал. БКБ. И Артизи, и С4 развалили здесь в итоге. Лимба. Поймали Йонасом Фана. Ну и здесь без вопросов. Минус 2 делает команда Сикрет. БКБ реализован. Риверс, Полярити, Магнус так и не юзал. Надо еще одного крипа. Или посмотреть, как умирает крип. Или как крипа стригут, например. Или как, я не знаю, отрывают крипу хотя бы один ногтик. И тогда будет 16-й левел у нас для Магнуса. Вот он, 16-й левел для С4. Есть третий Риверс, Полярити. С4, не подставляй, говорю. Есть третий Риверс, Полярити. Вкачни его. Шутка какая-то. Вкачни третий Риверс, Полярити. Чего я распинался-то? Все, есть. Третий РП готов. Можно драться. Артизи со всей компанией заходит на хайграунд команды Ниндзи в пижамах. Гранитный Голем здесь. ХП дает ребятам. Артизи готов файтиться. Есть у него Аегис. Еще 13 секунд не будет БКБ. БКБ 9 секунд. После Аегиса, если вдруг потеряет, БКБ здесь в порошок сотрет команду НИП. Не уходи, Зай. Без тебя вообще скукотища. Бэтрайдер в панике. Говорит, нет, все. Война не для меня. Все закончилось. Я больше не хочу. Файтиться это не мое. Пойду сюда в лесу постою. Зай, вернись. Зай улетает. И, скорее всего, улетает куда-то... Никуда. Пока что здесь. Ставф оф визадри приобретает Зай. Готовится выйти в итоге в форстаф. Вся команда Секрет отступает. На хайграунд своих соперников не пошли. Фантом Ассасин. Две стом. На руках. Есть Сэнжин Яша для Артизи. Даже не знаю, зачем она Сэнжин Яша для Артизи. Ну, в принципе, лишним не будет до 30 минуты. Ладно, можно и это собирать. Башера до сих пор не для Фантом Ассасин. Ну, с другой стороны, Артизи виднее. Ну и на мидлейн направляется команда Секрет. Пока там Т2 будут пушить ниндзи в пижамах, Секреты заходят на мидлейн. Куча крипов. Все крипы месят Тавер, готовы драться. Будет ли врыв здесь вообще от команды НИП и рискнут ли они сюда врываться? Два гранитных голема, у них по 2600 хп. Эра тут устанет вообще их бить. Убили Т3. В итоге еще и Тролль Варлорд забрал у нас Т3. Зай взлетел, готов на кого-то врываться. Зай Лассо не может ни в кого провязать. Артизи здесь ловят. Но это на некоторое время. Только Артизи, в принципе, под Эмпауэром. БКБ есть. Есть Аэгис, можно врываться. Просто надо дать ему вижен и показать, где куда. Все, с Артизи пропадает Аэгис. Об этом должна знать команда Ниндзи в пижамах. Если врываться, то сейчас. Позже ждать смысла никакого. Батят на себя гранитные големы. И одного из них, скорее всего, заберут. Поднимает у нас с ветра Эру. Высвапывает его Куроки. Где Сан? На Эхо Слэм пошел от Хэнскина Артизи. На лоу хп. Так и не проюзал Блэкинг Бар Артизи. С4. Быстрее отсюда бежать. Такого позора команда Сикрет еще не знала. На лоу хп Куроку убегает отсюда. Магнуса не отпускает. Куроку делает тэп-аут. Зай бежать отсюда. Пупей отсюда бежать. Вот это напали, а? Вот это здорово зашли на хэкграунд. Великолепно. Топтались, топтались. Все отлично. Потеряли гранитного голема. Одного и, по-моему, второго тоже. Нет, 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 нет. Кстати, а неужели голема этого не потерял у нас Пупей? В любом случае, двух важных игроков Мидера и Мейн Керри команды Сикрет потеряли. Ну и Нипы готовы камбетчить, как я понимаю. С 6000 поражения спустились до трех. Сейчас Тавр упадет вообще до двух, до полутора даже. По хп всего лишь тысячу пока что Нипы проигрывает. Ну, гранитный голем у нас здесь горит от лимпа. Лимп в соло должен его забирать. Плюс Эра. Пошел под хилл Чена. Ну и голема к себе. Все, Пупей в обиду жирных крипов не дает. Айо в скаде появляется для Эры. Есть также с Энжин Яши, Доминатор, Ринго Факвила и Фейсбу Ци. У Фантомки 2900 на руках. Надо приобретать Башер Артизи. Первых хп, во-вторых дэмэдж. Дэмэдж и хоть какой-то контроль над роль варлордом. Или над тем же лимпом. Держать 2-3 секунды и лимпа встанем. В баше точнее. Это очень дорогого стоит. Потому что скорость атаки от Лины чокнутая. Раскасты тоже постоянно и кучу дэмэджа наносят. Поэтому если где-то пропрет баш 1-2. То лимп конечно отъедет от Артизи. И это очень важно для команды Сикрет. Зай полетел на базу. И так надо было делать всегда. По-прежнему 9 смертей всего от Зая. Кстати, Магнуса у нас забрала Лина. А Артизи забирает здесь самого лимпа. 6-4 уже идет. Мейнкерри команды Сикрет. Счет 16-20. По итогам файтов в плюсе оказались Сикреты. По фарму на первом месте. Теперь Артизи опережает даже Эру. Который фармил всю игру. И на фрифарме стоял на топ-лейне. Лимп уже давным-давно на третьем месте. 13 тысяч у него. И почти 16 для Артизи. Ну, я думаю, что Фантом как-то в конце игры Тролян явно накажет. Поэтому НИПы совершили уже ошибку. И продолжают ее совершать в длительном времени. Потому что не давить у НИПов шансов остается все меньше и меньше. Когда Фантом Ассасин у нас расформится, это будет очень скоро. Это уже случилось. Это же не проблема будет вообще в пыль стереть команду Ниндзи в пижамах. Куроку на лоу ХП. Вгрызается в него Эра. Где РП от Магнуса? Магнус у нас в таверне. Никаких РП. Артизи. Без БКБ. Хэндскин. Еще и тотем по Артизи. Артизи моментально въелся у нас в Шейкера. Дальше за Эрой. Артизи побежит наверняка. На Эру баш проходит с первого же удара. Еще один удар по Эре. Эра должна разваливаться. Семь стаков на палм уже по Эре. Эра пока что живой. Все. Артизи забирает здесь Эру. Трипл килл уже у нас от Артура. Дальше за Юносом Фаном. Еще один прыжок от Артизи. Еще один удар. Где криты? Пупей забирает третий килл подряд для себя. Это киллинг сприт для Пупей. И это ультра килл для Артизи. Минус пять со стороны команды Сикрет. Ниппы все в таверне. Совсем скоро появится. Правда здесь Шейкер и Скайросмак. Но то что одна линия упадет. Это факт. Внешних товаров на топе тоже нет. Уже отправляется сюда С4. Уже готов лупить здесь товара крипов. И все что вообще движется. И не движется тоже. Хэндскин. Врываться смысла никакого даггер. Имеется. А вот Эхо Слема пока что нет. Эра на крипов. Куда там Артизи полез? Зачем туда полез Артизи? Артизи поверил было в успех. Ворвался у нас на Эру. И огреб по первое число. В итоге мега киллстрик подарил Эре. 22-22. По золоту здесь заработали. Больше игроки команды Низи в пижамах. Но это в последнем файте, когда убили Артизи. Секреты. По золоту 9000. По экспириенсу 6. Шведы. Чуть-чуть здесь огрызнулись. Но это опять же только по тупости. Мува. Фантом Ассасин. Не более того. Не пы, на Рошана. Недалеко у нас Зай. Есть у него Лассо. Есть Форстаф. Есть Даггер. Но здесь лишь бы под Тотем не попасть. Ну что, где Зай? Должен же видеть Зай. Зай готов врываться. Через флеймбрейк пытались кого-то забросить на глиф. Летает в ветрах здесь Зай. И Зай как же здорово влетел. 157-я смерть. Десятая смерть у нас для Зая. Зай умирает. И больше никто из команды Сикрит не отличается таким мазохизмом. И садом мазохизмом, которым отличается у нас Зай в этой катке. 10 смертей. 0 убийств. 9 ассистов, правда. Но я думаю, что это максимум Firefly, который Зай юзает и где-то кого-то чуть-чуть по подошве припекает. Вот ему и дают ассист. Зай, конечно, одно из лучших своих каток проводит. Вы говорите, фармить БФ отстой на Фантом Ассасин. Умирать 10 раз на Бэтрайдере. Вот что действительно отстойно. Совсем немножко до Абисл Блейда осталось Артизе. 100 голды. Ну тут пачка крипов и все. Ой-ой-ой, лимб у нас с Артизей решил разобраться. БКБ у Артизе есть. Но если стан пройдет, то БКБ не поможет. Опять же, Аганим есть для Лины. Артизе не ловит здесь лимб. Но тоже нашел самого слабого. ТП продает Артизе. Дотикало до Абисл Блейда. Ну и теперь есть контроль над троллем. Есть контроль над... А что, троллят тут и контрить не надо особенно было. Тролль без БКБ. Поэтому какие-то станы, РПшки, Лассо. Все тролль в принципе в себя впитывает. Ну, точечных станов. А, нет, у Винги есть точечный стан. Тролль БКБ не приобретает. И даже немножко удивительно. Зато есть демонедж у нас. У Эры готовятся выйти в Манки Кинг Бар. Да не зая я флеймлю. Ребят, какого зая я флеймлю? Я флеймлю счет 0.10.9 у флейнера. Вот что я флеймлю. А зая-то не зая. Я не знаю, друг или... Куроку или кто угодно вообще. Или хвост абсолютно фиолетово. 0.10 на уфлейне. Вот это вызывает небольшое горение. Лимпа увидели. У кого-то гем уже нет. Здесь стояли ворды. Ну и вытаскивают на хайграунд у нас Лину. Фантом Ассасин забирает данный фраг. Полезный бэтрайдер. 10.10.0.10.10 становится счет. Зай дальше. Дальше за хендскином. Флеймбрейк под ноги хендскину. Должен умирать здесь. Шейкер. Фессура пошла от хендскина. Вряд ли здесь переживет он. Хотя бы что-то через даггер. Фантом Ассасин забирает еще один килл. И 12.5 для Артизи. Понесли команду ниндзи в пижамах. Йонас Умфан должен лететь дефать свои бараки. Сейчас по миду зайдет команда Сикрет и пойдет на топ лейн. Или на Т4. Или куда угодно. Айгис на тролль варлорде. И надо драться Эри. Надо разменивать Айгис на что угодно вообще. Выкупается Лина. Эра уже недалеко. Сикреты развели на байбек у нас. Одного из важнейших героев команды Ниндзи в пижамах. И спокойненько отходят. Да, кстати, посмотрите на Нетворс Чена. Действительно, Пупеев сегодня просто феноменально играет. Есть Еул уже. Есть Бутс оф Тревел. Есть Аганим. Мека. Пупеев в рапиру. И все. И дальнее же следующая Айгис. Пупеев. Или, я не знаю, в криты скоро Чен какие-нибудь начнет выходить. Все очень круто для Пупеев. 14. Даже 15 тысяч. Обогнал он и своего мидера, и чужого мидера, и оффлейнера. Своего оффлейнера еще бы не обогнать. Чужого оффлейнера. Всех, кого только можно. Проигрывает только двум мейнкерри. С одной и с другой стороны. Опять же, таким Макаром скоро Чен нас и Эру сможет обогнать. Что, готовится файт. Эра под смоком. Артизи сразу же БКБ. Абисал Блейд в Эру. Эра развалился. Развалили. Забрали Айгису Эры. Минус один пока что сделали Лина в таверне. Эрп сразу же по Эре. Ну и Артизи. В Эру месяц. БКБ закончился для Артизи. Эра начинает откидаться от Артизи. Хэнскин на лоу хп. Куроку съели. Артизи бежать. Я не понял, куда Артизи прыгнул. На Пупея прыгнул у нас Артизи. Прыгает дальше Артизи. Я думал подраться. Нет, Артизи уже у нас под фонтаном хилится. В итоге одного Куроку потеряли. Забрали Айгис с Эры и Пупея. За чрезмерное богатство здесь наказывают Нипы. Зай. О, началось. Зай пошел нас убивать тролль Варлорда и Хэнскина. Хотя забайтил-то как не кисло, а. Иэра здесь за С4. Давай, Зай. Верю. Верю в Зая. Поливают напалмом. Артизи уже здесь. Еще один удар. Даблкил для Артизи. Минус 4 делает команда Сикрет. И тут Зай реально зарешал. Забайтил на себя и закайтил кого только можно. Да Зай у нас байбекается. Что вообще творится в этой игре? Сикрет и вообще никаких приоритетов не признают. Анстапа был для Артизи. Триплкилл. Все 5 игроков команды Нипы у нас в таверне. Выкупается Феникс. Суперновый нет, но она бы здесь не спасла. Йонасом Фан просто поджег здесь Зая. Зай вообще фиолетовый. Открыл в себе новые силы. Артизи вгрызается в Йонасом Фана. Еще один крит и все. Фантом Ассасин. Викет Сик уже. Привозит сюда С4 лимпа. РП где? РП нету. Монстркилл для Артизи. Даблкилл в данном файте. Лимп на лоу ХП. Еще один крит от Артизи. Триплкилл. Дайте еще кому-нибудь Артизи. Хэнскин. Добро пожаловать. Нет. Артизи никого больше не убивает. Просто потому, что игроки закончились. Ну и Артизи сразу же на Т4. Две линии команды НИП развалились. И НИПы пишут ГГВП. Поздравляем Сикретов. Они в гранд-финале будут ждать... Будут ждать кого? Будут ждать одну из команд. Alliance, Cloud9 или НИПы. Кто там в гранд-финал прилетит, увидим. Ну, в финале Лузеров уже находится команда Ниндзи в пижамах. Сейчас играет Team Alliance против Cloud9. И победитель данной пары выходит на НИПов. А победитель пары НИПов и еще кого-то перемещается у нас в гранд-финал, где Сикреты уже ждут своих оппонентов. Ну что, пока не переключайтесь. Услышимся через 2-3 минуты. Пока что небольшая пауза, заставка музыка. Подписывайтесь на наш канал на Твиче. И услышимся очень-очень скоро. Все. До связи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»